Я зачитаю из Библии. И когда он поднялся после молитвы, то подошел к ученикам и увидел, что изнуренные печалью они заснули. Вот иногда попадаю на собрание и чувствую. Изнуренные. Ну, изнуренные. Они заснули. Ну, я не знаю, что вы в жизни переживали своей. Переживали ли вы то, что я говорю, имею в виду. Себя не считаю мудрецом, каким-то там стариком, прожившим там 300 лет, учащим молодежь, как сверху вниз, как дедушка. Я вообще-то еще не дедушка. Но еще отцом-то не стал по-нормальному, а уже дедушкой. Кстати, опасное дело. Еще отцом не стал, а уже дедушка. И сразу на внуков кинулся. Ну, знаете, деды любят внуков. Приходят и начинают с ними общаться, потому что, думаю, сына прозевал, хоть с тобой, хоть с тобой, хоть чуть-чуть успею. Я удивлялся, почему деды любят сынов, ой, внуков. Они прямо обожают внуков. Я недавно погрузился в эти мысли глубоко. Я подумал, если бы у меня был внук, делал бы я так же, как и другие деды. Кинулся ли бы я на него, чтобы все время с ним проводить вдвоем и с тем, кто еще разговаривать не может, всю бы душу ему раскрывал. Но когда он поднялся после молитвы, он увидел. Вот он поднялся после молитвы и увидел, что они изнурены печалью. Если ты не будешь там, в другом месте, чем все, ты не будешь видеть объективно. Ты не понимаешь, что происходит. И я благодарю Бога, что дает Господь отрываться и показывает. Это и есть, наверное, первый пункт требования пророческого служения. Это видеть по-другому. И вот я не знаю, что вы проходили, как я начал, но я порой чувствовал, что иногда бывает часто. Я думаю, что вы все понимаете. Но даже русская пословица, и с утра вечера мудренее. Ты, не решая проблемы, гигантской, серьезной проблемы или конфликта, или какой-то проблемы, ты ложишься спать. И утром тебе легчает. Но проблема не решается. Ты делаешь это второй, третий, четвертый раз, усугубление идет, и потом называется это хроническое. Переход в хроническую стадию. В отношениях, в каких-то проблемах, в стрессах или в конфликтах. Но вот этот сон литургический, который сегодня приходит на планету, в народы, сегодня я наблюдаю. Написано, и изнуренные печалью они заснули. Иисус говорит, почему спите вы? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Почему спите вы? Спросил он. Вставайте, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Это пробуждение. Вставайте. Слышите? Молитесь. Изнуренные печалью спите. Изнуренные печалью заснули. Да нет, мы не заснули, мы учимся, работаем. Нет, вы заснули. Посмотри на себя. Бледный, холодный, молчаливый, печальный, изнуренные печалью заснули. Церковь, состояние церкви. Тот радостный глаз, это ликование, даже по тону проповедей можно слышать. По народу, как он реагирует. Я больше всего ненавижу посиделки. Это все. Не вижу смысла находиться в посиделках. И вот хочу сказать. Увидел их после молитвы сам. Увидел их после молитвы сам. И сказал, вставайте молиться, идите ко мне. Отсюда видно. И вы победите печаль. И сон. Потому что спать не надо. Вот и надо бывает страх. С возрастом приходит страх. Я не выспался. Что сегодня будет? Я не выспался. Я что, не выспавшийся спойду? Этот проклятый интернет. Это он. Это он. Зачем я открыл этот канал? Я не знаю, как вас утаскивает туда просто. Какими клешнями, какими этими самыми. Как его? У вас немного эти. Щупальцами. Тащит в экран. Но не выспаться, это не проблема. Спать проблема. Находиться в сне, это проблема. Иисус говорит, что не бойтесь. Не спать. И вот этот мистический страх не высыпания. Второй день, третий, четвертый. Он приходит на нас изнурением печали. И вот сегодня, и вот сегодня Иисус учит нас, чтобы мы вставали, прерывали сон, потому что это хроническое заболевание. Это как шизофрения. Чтобы перестали болеть сонливостью. То есть, вы слышите, да, вот просто зевающая церковь, воздыхающая, да, и перестали это делать, и начинали двигаться, чтобы мы вставали. И он говорит, вставайте и молитесь. Давай крутанем вот эти вот картинки, которые там есть. Значит, первую, да. Значит, это я люблю, я сегодня хочу Гою вам немножечко представить. Вы не против, нет? Что-то новое услышите. Значит, это значит, его произведение, это был цикл целый, там, по-моему, около 80, из того цикла, где был сон разума, помните? Он высмеивал какие-то пороки человеческие. И таким образом провозглашал свое отношение, послание вот именно к деградации человеческих ну, как бы, сердец, да, душ. И на самом деле он очень рисковал, потому что в его время в Испании бушевала инквизиция. Людей под пытками вынуждали все, что угодно признать. Ну, вы понимаете, что что-то связано с разумом. Говорят, с ног на голову. Или с головы на ноги. Давай дальше. Это его серия. Вот тоже хорошее заключение. Социальная несправедливость. Ну, сон разума, вы помните, да, это как бы очень сильная вещь вообще. И мне очень, я очень всей внутренности согласен с этим. Это сон разума. Вы представляете себе? Если ты перестанешь работать мозгами, демоны заполнят твою пустоту. следующее. Ну, там сон разума рождает чудовищ называется. Это называется зависимость от чужой воли. Вот это вот они где-то пропустили что-то. А этот где-то перешел черту. И они договорились. Зависимость от чужой воли. хорошее. Да? Это 18 век. 18 век. Все очень свежее. Дальше. Глупая наивность. Вот не надо нам быть вот таким. Чем мы сейчас и занимаемся здесь? Что срываем вот эти все покрывалы. И там было такое просто люди преклонились перед грозным монахом проповедником, но этот образ мнимый. На самом деле перед ними умело сшитый портным балахон монаха. А под ним ничего кробит рухлявое дерево. И художник обличает людскую наивность, насколько легко люди клюют на внешние атрибуты, не видя настоящей сути. Дальше. Тоже интересно. Значит, ну вот так, да? Ну не вообще ослы были очень такие популярные герои. Значит, называется «Тщеславие и лесть». Вот это художник, вы понимаете, что художник рисует портрет тщеславия. То есть, это художник. Лесть, льстивый. Много льстивых художников. Сегодня тоже очень много льстивых художников. Кто только не испещряется, чтобы его нарисовать красивым, с волосами. Смотрите, видите разницу, да? Видите разницу? И церковь вопросов, когда даже обнаруживать. И вот этот сидит в художнике, это вообще личности даже непонятно, мартышка или кто это. А здесь, конечно, красавица. Ну, вот как будто дворец в 17 веке стиле. такой парик, что ли, у него такой. Ну, понимаете, Франция, никак не скажешь ничего. Вот, поэтому сон современного человека с современными психическими расстройствами, свойственными только ему. Церкви надо веселиться. Ну, как сказать, в веселье и простоте сердца, поклоняться и нести свидетельство истины. Суицидальные фобии современного человека, тоже все это разрушительное искусство, вот эти все трансы, эти все как бы тяжелые медитационные сеансы, да, то есть очень много сегодня тоже, очень много мути, очень много. Я помню, там этот умирал от спида, у нас еще только опыт набирал город, как с вичинфицированными общаться, и я хотел к нему прорваться, меня не пускали, и его психиатр личный, личный психолог давал ему, значит, какие-то свои методы лечил его, его уже трясло, у него под 41, температура была там летом, лежал под толстым одеялом, весь шелушился, он на последней стадии спида, я сел и слушал, что он делает, а там был маленький магнитофон, и журчала вода в записи, и смеялся ребенок, а он умирал от последней стадии спида, это все, что могла сделать психолог, я думал, какой бред, и я говорил ему об Иисусе, умножение и распространение депрессии, одна из самых распространенных заболеваний, которые все могут быть подвержены, это депрессия, вот мы недавно были, там вот эта душа, которая про мужа, приходила, про мужа, говорит, у него пивной алкоголизм, что он спивается на пиве, то есть вообще в овощи превратился, хотя пьет немножко там несколько бутылок пива в день, но просто в овощи, она его не узнает, сейчас сказала, что сама в тяжелейшей депрессии находится, что она не работает, не может, ничего не может, ну то есть находится в тяжелейшей депрессии человек, это каждому может быть, у каждого, потому что депрессия это болезнь нашего века, потому что депрессия в разных стадиях бывает, разной степени тяжести, Разных видов тоже. Есть человек по своему духу активно, может работать на работе, но все время духовно спать. Это тоже один из видов духовного сна, о котором говорил Иисус. Он ходит, бродит, но у него нет радости, ничего не радует, кроме как химические вещества и так далее, и так далее. Есть такое выражение «сумерки богов», да? Когда все боги человека заходят в сумерки, и уже ничего не помогает. Тотальное бессилие наступает у человечества. Есть такой термин, как «закат западной цивилизации», а мы все-таки живем по канонам западной цивилизации. Мы не живем по законам азиатской цивилизации. Мы с вами в России считаемся все-таки Европой. И как ни крути, мы западная цивилизация. Петр Первый, не только Петр Первый это сделал, это до него еще было. И поэтому закат западной цивилизации. Или же духовный сон современного человека. Прошлый папа позапрошлый говорил, такие слова мне понравились. Он говорил, что Европа утратила жизненные силы. Утрата жизненных сил для подвига души. Душа не может принести подвиг. Она утратила жизненные силы. Нету достаточной степени мотивации, чтобы совершать подвиги. Люди не мотивированы жить как подвиг. Мотивации не хватает, мощности этого двигателя не хватает, чтобы совершать жизнь как подвиг. Нет жизненных сил. Их недостаточно. Их достаточно сходить на работу, съездить в Испанию, купить новый дом, построить там квартиру, машину и так далее. Но их не хватает жить как подвиг, чтобы вырваться. Возьмите наши даже классики, в начале 19-20 век. Они все учили о подвиге. Они призывали к подвигу. Поэтому Христос говорит о сне. Спящие спят ночью. А ходящий днем не спотыкается. И вы сыны света. И он признавает нас выйти из этого всего. Выйти из этих образов. Вырваться из них. То есть это был 18 век. Конец 18 века. Поэтому он сказал, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. И нам нужно личное пробуждение. Очень сильно поможет ежедневное созерцание Божьей славы, Божьего присутствия. Наш Господь Иисус Христос открыл нам доступ к Богу, каждому из нас. Немножко стригните себя вот эти налеты религиозности. Все, чего вы знаете, вы ничего не знаете. Уберите это все. Что вы там знаете, что вы исповедуете. Вот. Поэтому нам нужно сегодня принять, что через Христа ежедневно мы можем созерцать славу. Через это мы выйдем. И как написано, что Иисус после молитвы к ним пришел и сказал, вы что, спите изнуренные печалью? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Вот что нам нужно сегодня. Поэтому вот это будем делать. Субтитры создавал DimaTorzok.